Наша Международная Академия Наук, Экология и Безопасность Человека и Природы была создана для творческого взаимодействия всех ученых, которые занимаются жизнью на планете Земля. Экология и космос неразрывно между собой связаны, поскольку они не могут раздельно существовать, и жизнь наша на планете Земля напрямую зависит от космоса. Поскольку человек не может, как и все живое на Земле, существовать без Солнца, без тепла, без света, поэтому нужно было изучать космическое пространство, взаимодействие Солнечной системы, Лунной системы с Землей, с нашей. Экспериментально было доказано, что с космосом можно намного быстрее изучить все явления на земной поверхности. Представляете себе, даже такие явления, как загазованность, затемненность, освещенность, делость космоса, это гораздо выгоднее, гораздо оперативнее. Я могу пример небольшой привести, скажем, изучить состояние атмосферы в каком-нибудь крупном карьере, в горной выработке. Или нужно ходить с приборами по каждому горизонту, а их может быть десяток-два. Или устройство, которое стоит на борту карьера, типа лазерного, с одного-двух выстрелов, изучить все состояние атмосферы карьера. Также с Солнечной планеты, с Солнечной системы, изучать космос, изучать микроклимат на Земле и ее состояние. Конечно, за несколько часов может космонавт облететь вокруг Земли и при этом знать, в какой точке Земли, какая температура, какое освещение, какие происходят земные явления. Изучение космоса человеку дает очень многое на будущее, поскольку вся взаимосвязь космоса, человек и космос, находится с самого зарождения планеты Земля жизни человека. Творец создавал сразу все, и Землю, и космическое пространство, и Солнечную систему, и спутники типа Луны. Впервые в России начали заниматься во всем мире, еще об этом никто не задумывал, когда наши же спутники облетали Матушку Землю, когда наши первые космонавты вышли в открытый космос. Для чего они выходили в космос? Для того, чтобы изучать его, чтобы ощущать его, и чтобы знать, насколько космические явления взаимодействуют на земную поверхность. Если говорить о взаимодействии нашей Международной Академии к экологии, безопасности человека, природы и космосе, то у нас напрямую идет связь с ним уже много лет. В рядах нашей Академии находятся 9 космонавтов Советского Союза и России. У нас известные летчики, испытатели, такие как Марина Попович, которые имеют 102 мировых рекорды по дальности и по высоте полетов. Взаимодействие Академии с космонавтикой еще связано с тем, что все важные процессы на Земле, они неизбежно связаны со всеми явлениями, проходящими в космосе. У нас в Академии создано несколько секций по изучению как самого человека, так и нашей природы. Создана также секция духовного возрождения, которой руководят известные деятели нашей Академии, такие как Кусеонов Сергей Петрович, как отец Богдан Сойко, настоятель Никола Боговленского собора. У нас разработаны и созданы для награды наших членов Академии орден Иоанна Кронштадтского, это духовного пасторя, можно назвать всей Россией. Этим орденом награждается только самый выдающийся наши ученые нашей Академии. В рядах нашей Академии также много находятся людей, которые побывали и в космосе, и глубоко под землей, и глубоко под водой, такие как Черенгаров, Артур. Ну и, конечно, можно привести еще много примеров других членов нашей Академии, но они менее известны, я не буду их всех перечислять. В нашей Академии охвачены все области знаний. В рядах нашей Академии работают очень известные ученые, руководители многих крупных организаций, предприятий, таких как ГУП «Водоканал», как Ленинградская атомная станция, как Метрострой и многие-многие другие организации, которых невозможно перечислить все, так как Академии уже 20 лет, и за это время ввелись в ряда Академии не только славные наши ученые и видные руководители производства. Всех перечислять, это, наверное, займет много времени. Я только скажу одно, что в рядах нашей Академии работает на сегодня 14 секций. Позвольте я их сейчас некоторые назову. Это секция «Окружая среда и здоровье». По сути, это медицинская секция, самая большая секция, в которой находятся более 500 докторов, наук, профессоров. Это охрана труда и безопасность жизни, секция чрезвычайных ситуаций, радиационной безопасности, образование и культуры, горно-металлургическое, духовное возрождение, о которой я уже немножко упоминал, инженерная экология, военная экология, юридическая, экономическая, секция культуры. Мы знаем, что без культуры человек далеко не уйдет и многое в жизни не сделает. На мой взгляд, культура – это самое важное для человека, который творит добро на планете Земля. Без культуры и без Бога в душе человек как бы ограничен в своих действиях, и нет у него того размаха, широты мыслей, которые есть у человека, духовно воспитанного, культурно образованного. Я думаю, что мы не ошиблись, организовав эту Международную Академию Наук, привлекая в нее ученых многих-многих стран. На сегодня у нас около 33 отделений по России, 8 отделений за рубежом, и все мы работаем по единому плану, по единому направлению, а главное направление у нас в нашей Академии – это сохранить цивилизацию, то есть жизнь на планете Земля. Вместе ученые целой планеты, дорогу осилим туман и метель, прелом и грядущим единой советы, гармония мира – всеобщая цель. Мы с тобою, Земля! Мы с тобою, Земля! Мы с тобою, природа! Мы с тобою, Земля! Как единая песня во вселенной большой, С общим разумом вечным мы едины душой! Твои Академия вечная плага, Проблемы Земли поскорей разрешай! Пополни все башни живительной влагой, Надежды людей, как мечту воскрешай! 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 П0 Veraabilità Мы с тобою, и fortunам, Как единая песня во вселенной большой, С общим разумом вершим мы едины душой.